Привет из Канады! Решил сделать небольшой обзор русского района. Хочу показать, параллельно рассказать, какой он был 25 лет назад, расскажу. Ну и параллельно, какой он стал сейчас. Сейчас у нас уже осень, через недельку 23 года. Ну вернее не через недельку, сегодня 29 число, пару дней осталось. Ну вот, поехали. Вот это справа Кондо. Еду я по Баттурс, это Норс-Йорк. В принципе, слева с Карбора, справа и Тобика. Это как бы раньше три города были. Сейчас я буду подъезжать к Норс-Йорку, я расскажу. Это справа Плаза. Относительно недавно ее построили. Слева вот этот билдинг шикарный, это Кондо. Хороший Кондо. Квартиры дорогие. Ну как я уже много раз рассказывал, показывал, у нас вообще недвижимость очень дорогая, ну от миллиона и выше. Справа вот я проехал здесь Плаза, недавно относительно ее построили, не было здесь ничего. Ну опять же, недавно, ну лет 10, может, больше. Вот мы с 99-го. Вот. Ну это, собственно, еще как бы не русский район, он чуть-чуть дальше, тут минут через 5 будет Стилс. Справа вот эта шикарная здесь тоже Плаза, шикарная. В свое время на этой Плазе очень много было русских магазинчиков, публика была неплохая, но все это в прошлом. Сегодня все поменялось, сегодня все не так. Слева здесь шикарный частный сектор, он старый. Дома дорогие, но очень хорошие, публика хорошая. Справа вот это Кондо. Мы в свое время здесь хотели покупать, когда-то здесь было 400 тысяч, мы считали очень дорого. Вот это Кондо одно, второе. Хорошие Кондо. Мэйтонас, правда, у них был высокий. А напротив здесь все частный сектор. Публика неплохая, такая еврейско-итальянская. Но сейчас, конечно, там азиатов, как везде полно. Вот когда-то здесь, вот эта Плаза, тоже здесь были русские магазины. Их тут немного было, но пару магазинов было. Сейчас тут ничего этого нету. Все течет, все меняется. Как я говорю, я аж рассказываю, 25 лет как бы назад, как мы приехали. Ну и потихоньку буду рассказывать, как стало сейчас. В принципе, район неплохой, нормальный район. Вот где впереди вот это высотные дома видно, это уже Норс-Йорк начинается. Это Торонто застился. Здесь справа вот эти Кондо тоже в свое время мы здесь ходили, хотели покупать. В районе 300 тысяч было, 250-350. Давно это было. Сейчас, конечно, таких цен вообще нигде. Я, честно говоря, не знаю, где такие цены есть, куда можно поехать и купить. Слева знаменитый, знаменитый вот этот центр Медикал-центр. Мы как приехали в 99-м и сразу сюда через наших знакомых попали. И вот здесь мы, собственно говоря, практически всю жизнь были. Ну, последний вот по коронавирусу мы как бы, как бы перестали. Ушла она на пенсию, наша фэмили. Вот это прямо, вот прямо здесь шикарный тоже хороший частный сектор. Вот. Публика, как я говорю, такая еврейская, ну, белая, нормальная публика. Вот это вот Медикал-центр. Здесь все. Тут и фармаси, вот вы можете прочитать, врачи везде наверху. В этом фармасе, ну, всегда, всегда были русскоговорящие люди. Два-три человека. Сейчас, честно говоря, их поменьше стало, но тоже, в принципе, есть русскоговорящие. Вот это Оптикал, здесь очки. Ну, от 100 и выше цены. Вот. У кого бенефиты есть, бесплатно. А если бенефитов нет, значит, надо платить. Эта медицина наша не покрывает. Вот. Хороший центр. Он, в общем, такой и остался. Здесь на первом этаже еще в свое время, давно, лет 20 назад, массажист был неплохой, тоже русский парень. С Москвой он был. Вот. Часовщик там сидел всю жизнь такой пожилой. Да. Все это было. Сейчас, к сожалению, все поменялось. Все не так. Ну, вот это я развернулся, поехал назад, как бы заехать в этот частный сектор, про который я говорю. У нас в свое время здесь был, ну, давно. Неплохой тоже дядька был. Мы с ним познакомились. Он нам помогал с Моргичем. Мы когда дом покупали, мы когда приехали в 99-м, а буквально через год-полтора мы уже дом купили. Вот. И вот здесь он жил. Ну, насколько я знаю, то он уже здесь давно не живет, он тоже перебрался на север. Вообще тенденция такая, что все уходят на север. Вот. Время идет потихоньку. Вот. И, скажем так, ну, атакуют Торонто азиаты, атакуют Торонто, ну, в общем, иммигранты. И соотношение неравное, скажем так. Белых поменьше. И поэтому в этих районах так произошло. Районы были хорошие, действительно. Сейчас они стали немножко хуже. Вот. А вообще, в принципе, районы неплохие. Но так произошло, что, в общем, иммиграция, что-то, о которой я часто рассказываю. Вот. И получилось так, что люди сюда шли, они здесь селились и выдавливали. Выдавливали. Я говорю, соотношение было неравное. И они выдавливали, и люди уходили. Как и мы, собственно говоря, мы тоже прожили. Вот, грубо говоря, лет 10 мы прожили здесь, вот в этой эре. А потом мы ушли. Вот мы с 11-го года, мы здесь на север. Это вот направо здесь, откуда я ехал. Туда минут 15 примерно тут ехать. И там мы живем. За Ричмонхиллом. Ричмонхилл – шикарный район. Когда-то, когда-то все это считалось далеко. И когда мы здесь только поселились, вот в этой эре, куда я сейчас еду, я покажу. И, конечно, мы думали, это вообще где-то черт тех дедов. Какой-то Торрентхилл. Какой-то вон там. Ну, честно. Сейчас мы смеемся, и все это рядом. У меня дочка в Берри живет. Вот слева дома – это конда. Значит, там и рент. И справа здесь тоже вот эти. Я буду проезжать, я покажу. Значит, дом. Прямо вот он видно сейчас, он торчит на углу. Это для пенсионеров. Я в свое время работал и был связан с медициной. Давно это было, но было. Вот. И мы этот дом обслуживали. Неплохой был дом, честно говоря. Там у них внизу на первом этаже своя такая больничка была неплохая. Вот. Но это для пенсионеров. То, что я рассказывал на своих роликах, 30% они платят от дохода. Вот. Мы будем проезжать. И справа вы его увидите. Слева здесь вот прямо, прямо где мы стоим, а слева здесь такая плазочка. Тоже там были русские говорящие, были магазинчики. Вот. И вот отсюда как бы все это тянулось туда дальше. Это, конечно, не совсем русский район был. Это просто квадрат такой большой. Но, тем не менее, мы его в народе называли. Вот это плаза справа. Вот я проезжаю. Там хороший компьютерный центр, хорошие магазины, там шикарные магазины. Они и сейчас есть, там русскоговорящие женщины. Там посуда такая, ну шикарная. Вот справа вот этот дом, это вот пенсионный дом. Вот. Хороший дом. Попасть в него, правда, сложновато. Слева здесь плаза. Тоже, честно говоря, тоже такая полурусскоговорящая она была. Вот. Сейчас уже нет, конечно. Конечно. Тидибанк там был, там тоже все. Вот. Слева, слева это все рент. Это рентовочные дома. Вот слева один, второй, справа вот эти дома. Все, все, все рент. Здесь очень много было раньше русскоговорящих людей. Вот. За ними стоят дома. И дальше вот это. Это все рентовочные дома. Честно говоря, дома были дешевые. Они были по 800, по 850. Ну, то есть цены были, скажем так, приемлемы. Вот. И, собственно говоря, почему так и произошло. Цены-то были небольшие. Вот эти вновь прибывшие приезжали. Вот это все рент. Вот эти все большие дома, это рент. А вот дальше за ними, там частный сектор. Слева здесь тоже частный сектор. Старый частный. Вот это плаза шикарный, шикарный русский магазинчик. Там продукты. Очень хорошие. А вот слева, это уже конда. Вот. Слева большой дом. Ну, он тоже раньше был где-то в районе 300-400. С очень большим мытанцем. И справа вот этот дом стоит длинный. Это тоже очень шикарный был дом. Очень шикарный. Он был дорогой всегда. Мы тоже хотели здесь в свое время купить, но денег не было. Я не мог. Не мог я туда, в общем, никак туда влезть. Там большие лоджии, большие площади. Хороший дом. Но цена была, и мы говорили, ну, дорого. 350 тысяч. Ту-мач. Но сегодня не ту-мач. Сегодня больше миллиона. Вот. Ну, это вот сейчас я проезжаю. Вот дальше. Вот за ним. Прямо за ним стык стоит этот дом. Вот он, эти длинные балконы, лоджии. Вот это он. А там все вокруг аренд. Эрия, честно говоря, это... Ну, так себе. Вот так себе, прямо скажем. Она старая, публика здесь такая азиатская. Она, кстати, всегда такая была. И в то время, когда мы приехали. Вроде русский район, это тоже как бы так. Ну, как бы, как бы считался. Много таких зданий, домов. Вот как слева тут вот видно за деревьями я проезжаю. Это пожарка справа. Она тут уже всю жизнь, она тут стояла. Дальше школа, вот это поле. И там в этой школе, честно говоря, всегда публика была такая. Разношерстная. И, конечно, мы бы никогда в жизни свою внучку сюда бы в школу не отдали. Слева здесь плазочка. Очень, очень хорошая была. Там был ювелирный, шикарный. У нас Инга, когда первый концерт давала в 2003-м, в Джуишке. И мы здесь как раз вот, у меня есть, кстати, запись, там можете посмотреть. И вот здесь я купил ей впервые тогда хороший такой бриллиантовый набор. И мы ей подарили это на память. Это все рент. Справа вот это все рент. Ну, я их, честно говоря, даже тогда, когда мы приехали в 1999-м, я их называл гадюшники. Ну, сами понимаете, почему. Вот. Они так гадюшниками и остались. И публика стала хуже. Вот. С левой стороны здесь, вот сейчас я буду проезжать, здесь мы когда приехали, была заправка. Вот мы, я проезжаю, вот эти дома. Была заправка, потом заправку эту поломали. Кто-то купил и построили тут танхаусы. Ну, представляете, какой бизнес, да? Сколько люди денег заработали за одну заправку. Вот. Построили там целый квадрат. Хорошие, хорошие, дорогие, очень хорошие. Ну, и дальше вот я еду. Вот здесь тоже частный сектор, дома. Это все рентовочные дома. А частный сектор сзади, неплохой, старый, старый частный сектор. Но он приличный. Конечно, как инвестмент брать прилично. Ну, и вот я подъезжаю, вот этот знаменитый, знаменитый парк. Вот мы его называли в свое время русский парк. И вот эти дома там наверху, они были всегда престижные. Это тоже рент. И вот эти дома, в них, конечно, селились. И люди ходили в этот парк, гуляли. У меня есть записи, как мы с Ирой там зимой гуляем. Вот там шикарный горнолыжный такой стадиончик, подъемники. Мы там ходим. Мороз был 25 градусов. Да, и вот он здесь под низом тянется. Потом он уходит туда налево, направо. Большой парк. А дальше, дальше, откуда я еду, там вообще этот парк уже открыт. И площади. А дома вот это слева, это все рент. Ну, видите, как получалось. Дома стоили относительно недорого. И, как я и сказал, селились. Селились вот эти вот приезжающие азиаты, китайцы, индусы. Ну, и все сломалось. Цена, цена. Их устраивала цена относительно. Ну, немножко здесь было дороже. Ну, там на 100 долларов. Но район был очень приличный. Вот у нас справа плаза. Там трое их было. Вот у них прямо на этой плазе они держали сауну. Ну, я не буду об этом рассказывать. Другая тема. А вот это впереди. Вот. Это, значит, тоже очень-очень. Прямо за этим домом, вот прямо за ним. Вот это парк. Обалденный парк. Вот эти дома. Вот это раз, два, три справа. Это самые крутые дома. Мы жили в среднем доме. Вот это средний дом. Это мы там жили. У нас был 11 этаж. Ну, это давно было. Очень давно. И у нас view было прямо на Сентауэр, на парк. Такой вид. А всего-навсего 150 долларов была разница. То есть, вот север-юг. Вот, 150 долларов. Вот я подъезжал. Гараж. Между этими двумя домами, бассейн, публика была шикарная. Ну, просто шикарная. Ну, процентов 50-60 было русскоговорящих людей. Ну, вот я проезжал, вспоминал. Да. Ну, и вот это парк. Прямо внизу идет парк. Деревья. Парк, конечно, сумасшедший. Но давным-давно никакой он уже не русский. Филиппинцы. Туда, если так зайти, под каждым кустом лежать, сидят. А был русский парк. Мы его так и называем, честно говоря, по старинке. Мы же как бы тут все-таки давно живем, 25 лет. Вот это я еду, и вот эта вся листва, она уходит туда вниз. Вот это сейчас мост, и справа, и там этот парк тянется и налево, и там частный сектор. Хороший парк, ну, правда, воспоминания хорошие у нас. Мы много там гуляли, у нас внучка родилась, мы здесь ее, значит, водили, учили на лыжах кататься. А вот за этим мостом, вот этот парк здесь кончается, там дальше, дальше, вот справа здесь торчат дома. Это тоже, как я в свое время называл, гадюшники. Это все рент. И он был дешевый. Вот это все то, что я и говорю, и все это сломала цена. И они сюда, конечно, вселялись. Ну, немножко оно дороже стоило, но это не принципиально, там эти 100 долларов. Частный сектор здесь, конечно, хороший. Он старый, здесь нет новых домов, таких, как я показываю, там на севере я катаюсь, в GTA, как я говорю, Great Toronto Area. Вот, и, конечно, безусловно, жилье старое, но, но, это район престижный. Здесь, если купил, это уже все нормально, ты молодец. Плюс, конечно, дома, которые здесь стоят прямо на улице, вот на Шепарте, прямо вдоль вот этой улицы. Они вроде тоже такие троллевали, неважные, но их используют под офисы. И стоят они колоссальных денег. Внутри там, кстати, неплохо. С виду они такие, да, такие простенькие, но под офис это супер. Вот, тут и врачи, тут и юристы. Слева вот я проехал здесь медицинский центр для собак. Ну, там не только собаки, для животных. Вот, тоже хорошее дело, специалисты, которые там работают, я рассказывал, получают огромные деньги. Это очень хорошая работа. Вот, справа вот это все-все-все, и слева, вы видите, так они неказистые. Ну, я еще раз повторяю, это, ну, много здесь, очень много, вы же видите, шильды стоят. Это под офисы. А вот внутри, там просто частный сектор. Он, честно говоря, тоже с виду такой же, там никаких таких крутых домов нету, как у нас на севере. Ну, там они плохие. Ну, и стоят они, конечно, не миллион. Побольше. А вот это знаменитый наш Донтаун, Норс-Йорка, Янг Шепард. Ну, тут понятно, да, видно. Вот это уже другая история. Вот это Кондо. Кондо безумно маленький. Я, в общем, занимался делами, когда я здесь часто бывал. Китайцы, китайцы. И они покупали тогда, тогда покупали за 500-700. И я у них был, мы там общались. Ну, пустые, там, open concept, пустые комнаты, ни черта там нет. Комнатки маленькие. На полу там один матрас валяется, на полу второй матрас валяется. Вот и вся сказка. Но, ну, они здесь живут, они здесь работают, они здесь тусуются. Это центр. Грубо говоря, Донтаун. Но это просто наш Донтаун, не тот, который внизу, там, второй. А вот это в Норс-Йорке здесь. Дома хорошие. Тут все нормально. Там и бассейны, и сауны, и магазины. Тут кинотеатры. Ну, все дела. Но квартирки, ну, прямо я скажу честно, конечно. Я бы в такой квартире не жил. И главное, что произошло. Я же говорю, за эти деньги можно было купить хороший дом. Вот то, что и произошло. И вся русскоговорящая, вот эта наша, ну, грубо говоря, с бывшего Советского Союза, вот эти люди, они начали уходить. Они стали переселяться. Они пошли на север. Потому что за эти 400-500 тысяч там можно было купить, ну, я скажу так, еще 10 лет назад за 250 тысяч можно было купить неплохой дом. Ну, 10 лет всего-навсего. Сейчас нет, сейчас же больше миллиона. Ну, и вот оно видно. Опять та же примерно история. Такие же домики вот эти справа. Они, как я еще знаю, они напоминают какие-то гадюшники. Дальше внутри там нормально. Но это под офисы люди продают. И берут они безумные деньги. Ну, просто астрономические деньги. А сам по себе этот район, он хороший. Он чистенький. Вот он абсолютно безопасный. Ну, раньше вообще было нормально. Сейчас, конечно, стало хуже. Безусловно. Ну, как везде, как все. Изменилось все немножко не так. Вот и цены поднялись. И жизнь изменилась. Все не так. Но в целом, в целом, конечно, здесь жить сейчас нормально можно. Намного лучше, чем в Скарборо. Туда дальше, если ехать по этому Шепарду, дальше от Скарборо. Ну, там, конечно, честно говоря, неважно. Хотя, опять же, ну, как неважно. Все же относительно. Неважно относительно, как чего. В целом в Канаде везде все нормально. Но если говорить о Канаде, о нашей жизни, то, конечно, районы разные, люди живут по-разному. И, ну, Скарборо, честно говоря, тоже неоднородный. Там есть тоже неплохие районы. И там тоже есть дома, которые можно и за миллион купить, и дешевле. Вот. Ну, их мало. Основная масса, конечно, там, ну, скажем, хорошего такого, но маловато. Вот Ветобико, туда направо, я просто поехал налево, а направо, в ту сторону, можно было попасть в Ветобико. Там нормально. Там знаменитая украинская эрия, там есть сумасшедшие просто районы, там такие дома, ребята. Там такие флаги украинские висят, без слез. Я, ну, меня, я когда немножко, в общем, я нормально, я не болею, просто я когда меня передергивает, я начинаю расстраиваться, я начинаю кашлять. А вот это я заехал здесь, наш. У нас такие импровизированные рынки. Овощи, фрукты. Я там немножко кое-что купил. Цены, цены жуткие. Ну, килограмм черешни 15 долларов. Хотя можно поехать в магазин, купить за 4-5 долларов. Ну, вроде как все наше, все натуральное, все с Ниагары. Такие районы, да, есть. В разных, в Ричмон-Хилле такие базарчики есть. Раньше мы когда приехали, на такие базарчики я ходил, мне Ира давала 20 долларов. Я брал, чтобы было без сдачи. 20 долларов, ребята. И я покупал такие поддоны, персики. Ну, арбуз стоил 3 доллара. Ну, чтобы было понятно, сейчас он стоит от 10 до 20. Вот. И я там покупал персики, сливы, абрикосы. Короче, 20 долларов. И я там ходил, везде торговался. Они мне уступали. Ну, а сейчас вот эти рынки, вот я подъехал. Тут торговаться вообще бесплатно. Никто не торгуется. И цены, ну, один против тех цен, что были, 1 к 5. Сейчас, конечно, и 100 будет мало. Какие там 20 долларов. Ну, мы покупаем, конечно, ясное дело. Я тоже рассказывал о пенсионерах. У нас все нормально. Слава Богу, Богу слава. Дальше, вот это уже я вот отсюда как бы выехал. Идет это по Шепарту я езжу. Тут уже немножко по-другому. Здесь повеселее. Тут вот это Лесли, Бевью. Вот. И тут вот эти дома высотные. Их тоже построили сравнительно недавно. Ничего этого не было еще 15-20 лет назад. Вот. И тоже квартирки маленькие. Но там есть квартиры и большие. И они очень хорошие. Ну, такое дело, они стоят на порядок выше. Вы понимаете. И, в принципе, у нас все нормально. Но стало хуже. Вот эти дома справа, это конда. Они над хайвером. Там, когда над хайвером, у меня есть тоже ролик. Я там еду, проезжаю. А слева вот эти, слева вот эти стоят. Это в свое время тоже были очень хорошие ориентовочные дома. И там и тогда жили китайцы. Хотя все это как бы русский район. Мы так считали, мы так называли. Весь этот квадрат. Мы считали, что такое как бы народное понятие. Как бы все наше. И тут действительно было много-много русскоговорящих из бывшего Советского Союза. На плазах. В то время было поменьше, конечно, всей этой публики. Но то, что я уже сказал, еще не хочу повторяться. Вы поняли. Выдавили. Выдавили. А вообще, в принципе, район неплохой. И вообще Норс-Йорк по отношению к другим районам, это в общем как бы нормально. Работа здесь есть. Строиться на работу, найти там в бизнесе что-то. Это все реально. Зарабатывать сегодня там 5-10 тысяч абсолютно реально. Ну, мозги надо, все ясно. Вот справа это конда. Это все новые дома. Тоже понастроили недавно. Вообще стройка у нас сумасшедшая. У нас строят в год, в год. Значит, порядка где-то, ну, грубо говоря, полтора-два миллиона домов. Мало говорят. Надо строить больше 7-8 миллионов. Ну, представляете, да, люди живут и так в частных домах. И вот такая история у нас сейчас. Инфляция и цены растут. Надо строить больше. Но так как есть, так и есть. Ничего не сделаешь. И частный сектор, конечно, очень дорогой. Ну, честно говоря, и эти квартиры ориентовочные тоже уже нет никаких цен этих, типа там, тысячи. И вот впереди, это на Дон Милсе, там, значит, видно вот эти вот здоровые дома. Мы там жили. Там Plaza Fairview Mall. Мы когда приехали туда девчонки работать, пошли, получали 6.25. Ну, а сейчас у нас минимум 16. И мы, в общем, оттуда потом через год-полтора уже купили себе дом неплохой за 218, по-моему. Я не помню, или 228, или 218. Да, здесь справа, здесь госпиталь знаменитый, в котором мы там много тоже время проводили. Наташка у нас там родилась, Лесли. Хороший, кстати, госпиталь, неплохой. Чуть-чуть ниже и направо там. Ну, ладно, все. Буду прощаться, а то я затянул. Будьте здоровы. Чуть-чуть я показал, на полчаса, наверное. Берегите себя. Берегите свою страну. И берегите свою землю. Все, ребята. Будьте здоровы. Глория к Украине. Пока, Радуги. Бай.